Как мне примириться с тем, что вы мой гуру, но при этом у нас с вами противоположные взгляды на политические вопросы? Я гораздо более левый, чем ты можешь себе представить. Но я не сумасшедший левый. Я не из тех, кто делает все возможное, чтобы люди не могли развиваться и лишились всех возможностей. Если таково, твое представление о левых. Я его не разделяю. Мое представление о левых — более справедливое и честное управление. Я сказал «более справедливое и честное». Не существует абсолютно честного и справедливого общества. Его нигде нет. По крайней мере, не было до настоящего момента. Махатма Ганди неоднократно называл Рамраджью справедливым и равноправным обществом. Я уверен, что даже там, например, жена Рамы, Сита, чувствовала, что то, что с ней происходит всю ее жизнь, очень несправедливо. Я уверен, что его дети точно чувствовали, что с ними поступили абсолютно несправедливо. И я уверен, что во многие моменты своей жизни сам Рама чувствовал, что с ним поступают несправедливо. Так что никогда не существовало абсолютно справедливого общества или абсолютно честного общества. Но по большей части все происходит справедливо. По крайней мере, даже если у нас нет равенства среди людей, по крайней мере, у людей есть равные возможности. Это все, что мы можем обеспечить. Приянка, я хочу сказать тебе, я никогда не выражал политического мнения. Если я выскажу свое политическое мнение, ты упадешь в обморок. Поэтому я держу его при себе, я только указал на некоторые факты. Если не различать факты и мнения, тогда возникает огромная проблема. Если ты веришь, что твое мнение гораздо важнее, чем воли народа в демократическом обществе, тогда у тебя серьезная проблема, и ты ищешь тотальной революции. Тотальная революция в сегодняшнем мире означает тотальную аннигиляцию. С идеями о вооруженных революциях, которые у нас были в 19 и 20 веке, окончено. Время этих революций прошло, учитывая то оружие, которым мы сейчас обладаем. Если революционеры возьмутся за оружие, и власти тоже возьмутся за оружие, в результате будет только разрушение и смерть, и ничего больше. Так что ты родилась слишком поздно для вооруженных революций. Да. Когда мы были молоды, мы постоянно думали о вооруженной революции. То были времена Чару Музумдара и Сомалу. У всех на устах были эти героические истории, и мы тоже хотели выйти и сражаться. Но эти времена прошли. Сейчас, если ты хочешь привнести какие-то изменения, особенно когда дело касается Индии, сделать это можно только с помощью демократического процесса. Демократический процесс означает, что если два человека участвуют в выборах, то один победит, а другой проиграет, как это происходит и в любой другой игре. Так что если проигравший хочет писать законы, проигравший хочет нести кубок… Разве это честно? Разве честно, если те, кто проиграли игру, будут нести трофей у себя на голове? Это нечестно. Но сейчас ты спрашиваешь именно об этом. Люди выбрали определенное правительство. Если они принимают законы… Они делают это, поскольку это их фундаментальная обязанность. После того, как тебя избирают, необходимо принимать законы. Если они примут закон, а ты скажешь «Нет, закон должны принимать мы». Вы не можете принимать законов. Ты не можешь так говорить. Ты можешь выразить свое мнение. Что, по-твоему, не так в законе? Ты можешь написать. Можешь голосовать против него в парламенте или в ассамблее, или где угодно еще. Какому бы демократическому органу ты не принадлежала. Но ты не можешь сказать, что избранное правительство не может принимать законы. Это не демократично. Все это левое крыло или все эти люди, которые считают себя левыми. Я вижу, как они выстроили свои жизни, свои идеи, мнения, эмоции. Ты левые, значит, что твоя жизнь не принадлежит тебе, твоя жизнь принадлежит коммуне. Вот что такое коммунизм. Не знаю, к какому левому движению принадлежишь ты, потому что твой образ жизни не показывает, что ты левая. Твое отношение к другим не показывает, что ты левая, и ты сказала, я левый либерал. Ты определенно не либерал, потому что если свобода речи есть только у тебя и больше ни у кого, это не либерализм. Мое понимание либерализма такое, я буду говорить все, что у меня на сердце. Ты должен слушать меня и говорить мне, в чем я не прав. Нет, нельзя указывать на что-то одно, ты просто говоришь, мне это не нравится. Это как семейные ситуации. То, что происходит между мужем и женой, не должно происходить между тобой и мной. Если что-то не так, если ты можешь указать на что-то, что логически неправильно, если сказанное не соответствует фактам, если ты скажешь мне об этом, я поклонюсь тебе и исправлюсь. Но тебе это просто не нравится. Что же я могу сделать, если тебе это не нравится? Что я могу сделать, если тебе это не нравится? Люди избирают правительство. Правительство принимает свои законы. Если определенный закон у нас вызывает озабоченность, мы говорим «вот чем мы обеспокоены, пожалуйста, исправьте это». Но по-прежнему это их выбор. Исправить его или продолжать как есть. Если ты обеспокоен судьбой нации и ты хочешь принимать законы, тогда тебе нужно прилагать все усилия, чтобы выиграть следующие выборы. Это единственный способ сделать это в демократической стране. Вот что значит демократия. Если ты проигрываешь выборы и говоришь, что хочешь принимать законы, так это не работает. Просто ты не можешь переварить простой факт. Ты думаешь, что я выражаю свое мнение. Это не мое мнение. Это основа всего демократического процесса. Так что ты говоришь «я выйду на улице». У меня есть право на протест. Право на протест у тебя, безусловно, есть. Но у тебя нет права побеспокоить жизнь даже одного гражданина. У тебя нет права перекрывать дорогу, нет права перекрывать шоссе, нет права перекрывать доступ воды или электричества, или чем бы ты ни занималась. У тебя нет права беспокоить ничью жизнь. У тебя есть право протестовать. Ты должна спросить разрешение, найти себе место, сидеть там и протестовать. У тебя нет права даже на то, чтобы использовать микрофон и кричать что-то мне в ухо. Но у тебя есть право на протест на соответствующих платформах. У демократического процесса есть достаточное количество платформ, на которых ты можешь выразить свой протест. У тебя, безусловно, есть право на протест. Но не нужно понимать его неправильно, как право на беспокойство. Ты хочешь начать движение вон из Индии сейчас. Ты хочешь начать движение, не сотрудничество сейчас. Тебе нужно было сделать это в 1936. Это время ушло. Это твоя страна. Это твое правительство. А теперь ты заявляешь, нет, это не мое правительство. Я хочу, чтобы ты понимала, что это недемократично. Большинство людей, когда они избирают правительство, даже если оно тебе не нравится, даже если лично тебе оно не нравится, я не говорю, что ты должна любить их, но это твое правительство. Это правительство Индии. Правительство Томинада, правительство Карнатеки — это не чье-то там правительство. Как сейчас все стали говорить, правительство Моди. В моем уме и сердце это не правительство Нарендра Моди. Для меня это правительство Индии. И поскольку это правительство Индии, я буду его поддерживать. Не потому, что я чей-то фанат, не потому, что я принадлежу к какой-то политической идеологии, просто потому, что я гражданин Индии. А для меня это значит, что поскольку я гражданин, страна предлагает определенный порядок, определенные инструменты, определенный фундамент, чтобы мы могли жить и работать. Я поклонюсь этому. И чтобы правительство не говорило в форме закона, я буду следовать этому, потому что это закон. Нет, я не соглашаюсь с законами, которые вы принимаете. Если ты не согласна, тогда есть Верховный суд, куда ты можешь обратиться. Если закон противоречит каким-то нормам, его отменят. Но если закон ничему не противоречит, но тебе он по-прежнему не нравится, тебе нужно выиграть на следующих выборах. Другого пути нет. У тебя нет достаточной приверженности, чтобы работать в течение пяти лет и выиграть следующие выборы. Ты хочешь с комфортом сидеть дома всю свою жизнь, но протестуешь против всего, что делает правительство. Говорю тебе, мое отношение к правительству Индии остается неизменным, вне зависимости от того, кто сейчас управляет страной. Потому что, с моей точки зрения, страной управляет правительство Индии, не правительство Моди или Манмохана Сингар или еще чье-то правительство. В моем сердце и в моем уме это правительство Индии, и я буду его поддерживать. Тебе это не нравится. Это значит, что тебе не нравится демократический процесс. То есть, ты хочешь стать премьер-министром без каких-либо усилий. А какая у тебя квалификация? Единственная твоя квалификация — тебе не нравится то, что я говорю. Что касается нас с тобой, как гуру. Тебе нужно научиться слушать. Как-то раз несколько друзей отправились в ресторан, шумной компанией. Это все старые друзья из колледжа, которые давно не видели друг друга. Пять или шесть лет они не виделись. И вот, наконец, собрались вместе. Там играла живая музыка. Музыкант на сцене исполнял разные композиции. Одна мелодия показалась им знакомой, но они никак не могли вспомнить, что это за композиция. Так что они подозвали официанта и попросили. Не могли бы вы узнать, что только что прозвучало со сцены? Официант ушел и через пять минут вернулся со словами. Это была скрипка. Это значит, что ты просто слышишь звуки, но не слушаешь. Если бы ты по-настоящему слушала, ты бы поняла, что я никогда не выражал мнений о чем-либо, потому что я не сформировал ни одного мнения в своем уме. Если я что-то увижу, я скажу, что это факт. И у этого могут быть такие-то последствия. Сейчас я говорю, что, скорее всего, нам нужно продлить карантин. Это не мое мнение. Есть достаточно фактов, указывающих на это. Но все равно это решение. Нам нужно взвесить самые разные аспекты. Сработает ли это для нас или будет работать против нас? Сможем ли мы это себе позволить или нет? Это решение, которое мы принимаем. Если мы примем решение в пользу изоляции, или против изоляции, ни то, ни другое решение не будет идеальным. Это мы уже знаем. Но это решение. Ни одно решение не идеально. Оценивая разные аспекты в соответствии с нашими приоритетами, мы приходим к решению. Если вы думаете, что это мое мнение, что, предположим, я за продление изоляции, «О, это ваше мнение, нам оно не нравится». Это не мое мнение. Прекращение изоляции — это одна опция, продолжение изоляции — другая. Нам нужно взвесить потери и пользу, достоинства и недостатки. И прийти к чему-то. Это всегда компромисс. Насколько это будет компромиссом, это можно обсудить. Возможно, вы не согласны с моим решением. Но дело не во мне. Не в том, что я делаю заключение, о чем бы это ни было. Особенно о туманных политических событиях в стране. Любому будет очень сложно сформировать свое мнение об этом. Но я хочу, чтобы вы поняли. Я прожил свою жизнь, придерживаясь строгой дисциплины, не делая выводов ни о ком из тех, кто рядом со мной. Что касается тех, кто рядом со мной, у меня по-прежнему нет мнения о тех, кто со мной 20-25 лет. Я по-прежнему вижу их такими, какие они есть сегодня. Они многое сделали для меня. Много плюсов, много минусов. Они сделали для меня очень многое. Но сегодня, если я их вижу, я вижу их такими, как они есть. Исходя из этого, ситуация разворачивается так, как она разворачивается. Чтобы не прийти к какому-то заключению, нужно много дисциплины и внутренней работы. Так что, когда речь идет о духовном измерении, между тобой и мной, тебе нужно слушать, а не слышать. Если я спрашиваю тебя, что играет, ты говоришь «скрипка». Думаешь, я перепутал ее с пианино? В любом случае, не знаю, насколько ты левая, но я очень левый. Потому что йога-центр — это коммуна. В некотором смысле, это коммунистическое устройство. Никто не спрашивает, сколько у тебя имущества. Никто и спрашивает о твоей религии, касте, откуда ты родом, кто твой отец. Мне даже не важно, есть он у вас или нет. На тот случай, если вы один из них. Даже если это так, мы будем относиться к вам так же, как и ко всем остальным. Если вы проявите себя и продемонстрируете особые качества, мы это тоже оценим. Но в ином случае, даже если вы откуда-то сверху, мы будем относиться к вам так же, как и ко всем остальным. Если это не левый подход, тогда что же еще? Это абсолютно левый подход. Не думаю, что ты живешь таким образом. Уверен, что ты лишь обсуждаешь левую философию у себя дома. Но если кто-то попросит тебя дать свой телефон кому-то, у кого его нет, не отдать насовсем, давать пользоваться через день, потому что в конце концов, возможно, ты даже состоишь в партии. Попробуй и увидишь. Здесь мы делаем такое очень легко. Так что не нужно заниматься всем этим. Если ты каким-то образом оказалась на духовном пути, оставайся на нем. Не поворачивай налево, чтобы потом сойти с пути. Не поворачивай направо, чтобы потом сойти с пути. Надеюсь, ты не думаешь, что я правый. Определенно нельзя сказать, что я принадлежу к правому крылу. Чтобы летать, нужно два крыла. У меня есть оба. Я машу ими, когда в этом возникает необходимость. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok